Вроде как годы идут, и, естественно, хочется сохранить это все. И самых смелых я прошу поставить в чат, сколько вам лет, чтобы мне понимать, кому сегодня эта тема достаточно интересна. Все это останется конфиденциально, никому передаваться эта информация не будет. Так, говорят, что-то не видно. Так, самые смелые написали, остальные стесняются. Так, замечательно, вижу. Вижу, что, в принципе, есть люди, для которых сегодня наша тема будет совершенно кстати. И если вы, так сказать, не входите в эту возрастную категорию, вы, возможно, моложе, или среди нас есть мужчины, как Наташа сказала, что эта информация, в принципе, она поможет не только справиться с лишним весом, но она поможет понять причину тех или иных болячек, откуда порой ноги растут, того или иного заболевания, которое у нас годами, в принципе, появляется. Итак, я начну с истории. Такое, что вот в одном городе жила женщина, которая также, как и многие, периодически воролась с лишними килограммами, с помощью разных диет всевозможных. Да, но однажды, глядя как-то на себя в зеркало, она увидела на лице и первые морщинки, и мешки под глазами, да, и какой-то уставший взгляд, и вдруг возник вопрос, а почему так рано вообще? И что повлияло на их такое раннее появление? Неужели диеты? Или неужели те способы, которые она использовала для того, чтобы снизить вес? И возник вопрос, а если вообще что-то универсальное, то, что и фигуру вроде как поправят, да, и внешне выглядеть поможет не на 100 лет, а на все вот 100% замечательно. И ответ пришел в виде инсайта на лекции одного из докторов восточной медицины и диетологии, где пазлы вот эти как-то срослись, и все стало понятно, и ответы на многие вопросы пришли именно на самой этой лекции. И было большим открытием для нее, что вот лишний вес, а вес, оказывается, это не только жир, с которым все сегодня борются, на борьбу, у которых брошены масса всевозможных ученых, там масса средств всевозможных, да, оказывается, что лишний вес – это еще застой жидкости в организме. И это, согласитесь, совершенно разные причины, да, где жир и где жидкость. Я говорю, причины совершенно разные, и, соответственно, подходы совершенно разные к решению проблемы лишнего веса. И получается, что не только подсчет калорий решает проблему. И изучая вот все диеты, оказывается, что во многих диетах именно те составляющие, которые увеличивают количество жидкости в организме, что приводит как раз вот к этим увеличению веса через застой жидкости, да, вот через эти отеки. Следующим открытием стало для нее то, что, оказывается, вот не всем сегодня нужно стремиться иметь вот это идеальное тело, которое сегодня пропагандирует наше телевидение, наши поп-звезды, да, вот этот культ красоты, когда 90-60 на 90 и рекламируется со всех экранов, когда мы, одержимая вот этой рекламой, пытаемся достичь таких же форм путем изнуряющих диет, путем изнуряющих в себя, там, тренировок в спортивном зале, да, что не нужно очень многим женщинам, не нужно совершенно доводить себя до этого. То есть мы никогда не сможем стать такими. Оказывается, что если мы достигнем вот такой формы, то у нас сразу начнутся большие проблемы именно со здоровьем, что мы можем и карьеру потерять, и расстаться с личной жизнью и так далее. И наша героиня обратила внимание, что об этом вообще-то никто не говорит. Не говорит вот об этих связях каких-то, ни медицина, ни диетологии, тем более, вот, ни на форумах худеющих, нигде об этом, в принципе, никогда она не читала. И стало интересно все это, сама вот эта восточная медицина, и она стала изучать это более глубоко, применять эти знания на себе. Решила создать вот свою систему похудения, в которой собрала все свои наблюдения, все свои выводы, личный опыт, результаты своих клиентов, последователей. И чтобы у каждой женщины был выбор. Либо она худеет вот просто бездумно, вот она увидела какую-то диету, ай, вот подружка использовала, дай-ка я ее тоже поиспользую, да? И не важно, что она потом через какое-то время нарастет у нее лишние килограммы, появятся болячки и так далее, да? Либо она потеряет свою молодость, либо она будет худеть обдуманно, понимая то, что она делает, что она ест, каким образом она идет к этому вопросу, к решению этого вопроса похудения, да? Чтобы процесс для нее был и приятным, и полезным. И сегодня эта женщина готова представить вам свою эксклюзивную программу снижения веса. И эта женщина, вот я. Хотели бы вы никогда не задумываться, какую диету... Диета, который мы снижали, мы сейчас будем снять ее двух шагах, этого мы уже не знаем. И это тоже, как мы снижали, поэтому я была бы она возможна. чтобы ragать истили-шагах. Эта женщина, которая, которая подружилась, что вы на земле, она очень быстро, и если вы там наверху, и мы всём так далее. истая, и так далее. Продолжение следует... 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 Так вот вообще, как похудеть женщине после 40? Как сохранить стройность? Как оставаться здоровой, энергичной, сексуальной, несмотря на то, что годы-то идут? Как? Достаточно просто понять, почему, почему появился вот этот лишний вес, понять причины появления его. И когда мы знаем причины, то есть вот когда мы знаем корень вот этот, да, как сорняки на грядке выдергиваем, выдернули корень и нету, все, не растет больше. Так же и здесь, понимая причину, находим этот корень, выдергиваем его, и нам легче справиться с этой проблемой. И сейчас я вам, например, озвучу некоторые причины, они не банальные, о которых говорят сегодня на всех форумах или вообще там во всех журналах каких-то, да, женских. Об этом вы очень редко услышите. Например, одна из причин является эмоции. Знаете, да, что очень много у нас даже болячек имеют психосоматическую природу. То есть появились у нас какие-то неприятности на работе, неприятности в личной жизни, да, мы стрессуем, мы нервничаем, мы эмоционируем. И что в это время делаем? Мы начинаем заедать все это, естественно, булочкой, пироженкой, конфеткой, да, потому что вот эти сладости, они дают вот этот серотонинчик, да, гормон радости, удовольствия, который вроде бы помогает нам на какое-то время забыться, войти вот в это состояние счастья, там, в состояние эмпории какой-то, да, и вроде бы немножко вот эта наша проблема отходит на второй план. Со временем что происходит? В результате у нас наращиваются вроде как лишние килограммы, и мы глядя на себя в зеркало, больше, еще больше стрессуем, понимаем, что, е-мое, мало того, что нервничали, что у нас тут неприятности на работе или там в личной жизни, так теперь еще другие неприятности появились, да, что у нас еще тут вес появился, так теперь нас вообще никто не полюбит, и я такая вся несчастная и так далее, да. И вот таким причина, когда вот эмоции, очень часто сидеть на диете, такому человеку не так обязательно, как, например, там, тому, у кого просто, кто любит очень много поесть. Этому человеку достаточно всего лишь нормализовать свой эмоциональный фон, то есть заняться какими-то практиками, да, которые вот удерживают эти эмоции в норме. И когда эмоции в норме, соответственно, есть вы будете меньше, и вес у вас прибавляться будет гораздо меньше, да. Следующая одна из причин – это наши заблуждения. Сегодня с экранов телевизоров, журналах и так далее, да, столько поток большой информации, связанных с тем, как похудеть, что у нас в мозгу уже просто раздвоение, расстроение, бог из чего, что столько всего это помогает, и это, и это, и это, что мы теряемся раз, и плюс у нас вырабатываются определенные стереотипы мышления, определенные заблуждения, что хорошо, что плохо. И мы очень часто за хорошо принимаем то, что вообще очень вредно для нашей фигуры, о чем я сейчас говорю. Я говорю о том, что если вы очень долгие годы сидели на сырых овощах, на сырых фруктах, если вы долгие годы участвовали в вот этих кефирных диетах, по утрам едите много йогуртов и творожков, то теперь у вас могут быть вот лишние килограммы по причине застоя жидкости в организме. Вы вроде как боретесь с жиром, да, выбираете нулевой йогурт, как я очень часто слышу, ведь овощи – это же совсем нулевые калории, в них же вообще ничего нет. Как могут овощи наращивать в килограмм, могут и еще очень сильно за счет того, что эти продукты, они увеличивают, задерживают в организме жидкость, не дают ей уходить. И у нас ее скапливается очень много. И чем больше вы этого едите, тем больше скапливается эта жидкость в организме, соответственно, больше скапливается килограмм. И как только вы убираете эту причину, что являлось здесь причиной, да, эти сырые овощи, фрукты, кисломолочный продукт, как вы это убираете, соответственно, жидкость у вас уменьшается, потихоньку все уходит, и килограммы вместе с этим тоже уходят. Как только вы начинаете есть приготовленную еду, все у вас нормализуется. Плюс вот эти продукты, о которых я сейчас говорила, они плюс усугубляют многие болезни в организме, уводя их в хронические, да, и плюс они очень сильно старят нашу кожу. То есть об этом тоже надо знать, и об этом очень часто вы нигде не прочитаете, об этом очень мало говорят. Следующая одна из причин – это наша врожденная предрасположенность. Она видна в гороскопе. И здесь, если вы это не знаете, то очень многие диеты, они будут просто опасны. Опасны вот по причине того же, например, из первого пункта, что вытекает. Очень многим людям, у которых определенная карта рождения, например, совершенно опасны даже для здоровья использование сырых овощей и фруктов. Мало того, что она жидкость задерживает, плюс она усугубляет проблемы со здоровьем. И у многих людей, например, в определенный сезон они больше склонны полнеется. Например, у меня очень много девочек, которые полнеют именно больше склонны к полноте в период весна и лета. Соответственно, что здесь нужно сделать? Учитывать вот это все и именно в период, когда есть такая предрасположенность, корректировать питание с учетом сезона, добавить физическую активность, провести определенные чистки. И проблема не будет стоять так остро. Именно об этом и многом другом мы с вами поговорим немножко позже. Это для тех, кто сейчас вот даже к нам присоединяется. Я хочу повторить, что сегодня мы с вами рассматриваем тему, как похудеть женщине после 40 лет. Вообще проблема лишнего веса сегодня достаточно актуальная. И я как консультант по читанию смело могу сказать вам, что именно сейчас вот настал самый вот тот хороший момент, когда вот стоит начать использовать совершенно новые знания и совершенно с новым подходом решать вот этот вопрос лишнего веса, эффективно худеть без вреда для здоровья. Почему именно сейчас? Ну здесь хочется отметить, что 2016 год у нас год огненной обезьяны. Огненная обезьяна в китайском гороскопе. Это у нас звезда академика или звезда знаний. То есть в этом году все знания, которые к вам приходят, они для вас стают более понятными, более доступными, более легко усвояемыми и легко применяемыми в жизни. И я вот это все попробовала уже на себе, убедилась в этом сама, на своем опыте, давно не считаю калорий, не насижу ни на каких диетах, и вот мой вес держится на одном и том же уровне, вот как в молодости я была, сколько я весила свои 50 килограмм, так и сейчас. И знания восточной диетологии, они помогли мне в этом, и я просто вот действительно говорю, что они эффективны, они просты, они достаточно понятны, действенны, очень бюджетны, кстати, и доступны к применению каждой женщины. Я вам вот сейчас кое-какие, как бы примеры такие приведу, вы вот увидите, что действительно все достаточно просто, понятно и объяснимо. Как-то пришла одна такая полная женщина, одна молодая, она перепробовала очень много диет, потом как-то махнула себя рукой. Почему махнула? Потому что когда она была у одного диетолога, одному из последних, он ей сказал, «Девушка, что вы хотите? У вас мама полная? Полная. Бабушка в теле? В теле. Вообще все ваши родственники имеют лишний вес? Имеют. Ну и чего вы дергаетесь? Это ваша судьба такая». Знакома такая картина? Я думаю, что такое слышали миллионы женщин. Картина достаточно знакома. С точки зрения традиционной китайской медицины и диетологии все можно исправить. Ведь мы пришли в этот мир для того, чтобы развиваться. Да, конечно же, у кого есть вот такая вот предрасположенность вроде, да, вот если все в роду такие пухленькие, то, конечно, что-то сделать гораздо сложнее. Потому что вроде как вот предрасположенность, о которой, да, говорят многие. Предрасположенность – это не приговор. Это такое показание к действиям. Действиям… Каким действием? Чтобы остановить это в своем роде. В роду в своем. На ком-то же должно это остановиться? Почему бы это не остановилось именно на вас? Чтобы все женщины в последующей вашем роду, у них не возникала такой проблемы, у них не возникал такой вопрос, как избавиться от лишних килограмм. Что мы сделали с данной вот моей девушкой, да? Мы, естественно, первое, когда человек приходит в определенном эмоциональном состоянии, то первое, на что нужно обратить, это, конечно же, не диета как таковая, а это первое, что нужно, это нам успокоить эти нервы, то есть нормализовать эмоциональный фон, да, применить определенные психологические практики, применить определенные физические нагрузки, потому что физическая нагрузка, она тоже убирает, корректирует вот этот эмоциональный фон, да. И, естественно, корректировка питания на начальном этапе здесь строится не на то, чтобы считать калории, а строится на том, чтобы наша пища, которую мы едим, она не помогала усугублять вот этот эмоциональный фон. И, соответственно, питание нужно было выстраивать таким образом, чтобы пища, которую она ела, именно успокаивала ее психику. И это вот как раз не те йогурты, и не те кефиры, и не те творожки, и не те сырые продукты, о которых часто упоминают во всех диетах, и которые мы все очень любим. Эта пища в первую очередь очень сильно усугубляет наш эмоциональный фон. Естественно, скорректировали питание таким образом, что убрали из ее рациона именно вот эти продукты, добавив все приготовленное, все теплое, что давало бы ей возможность более не эмоционировать очень сильно. И, соответственно, плюс обязательно дыхательные практики. Это вообще чудо-вещи, хотя очень многие мало об этом знают, и мало очень используют. Я просто убедилась в их большой пользе на себе. У меня даже, знаете, как бы хорошего мы не замечаем. Вроде как было, как будто бы всегда. Вот моя подруга, мы с ней ездим каждый раз на спорт, и она мне тут последний раз буквально на днях сказала, это прямо чувствуется, влияние своих новых линий. Ты стала гораздо, мол, спокойнее. Раньше, когда ты мне что-то рассказывала, такое что-то было, такое происходило в жизни, ты вау, там что-то такое, вся на эмоциях, да. А сейчас ты, наоборот, вау, все хорошо, вроде как-то на позитиве. Спасибо, что были такие, там, или люди, или там ситуации, или так далее, да. Совершенно по-другому на очень многие вещи смотрят. Поэтому дыхательные практики, дыхательные упражнения тоже очень хороши, когда мы решаем вопросы лишнего веса. Поэтому, видите, все совершенно просто. Что мы? Режим дня скорректировали, питание убрали из него, то, что она очень часто ела, физическую нагрузку добавили, немножко поговорили, чтобы она психику успокоила, дыхательные упражнения, все. И у человека начались изменения. То есть нормализовалась одна эмоция, помните, мы уже с вами говорили, эмоции нормализовались, соответственно, вес потихоньку стал уходить. Или другой, да, пример, что шла девушка вся в депрессии, такой вечной печали. Бывает же очень часто там, особенно вот когда на неприятности какие-то в личной жизни, да, вот одна неприятная лавстория сменяется, другая неприятная лавстория, третий. Идет вот какой-то круг такой. Ну, уже вот она говорит, что я, в общем-то, не ем ничего сладкого, я не ем ничего ночного. И после шести-то я не ужинаю, а вот вес почему-то растет. Вот в чем причина? Я же диету пробовала там, и врачу уходила, и бог весь куда, вес не уходит. Стали разбираться, где корень проблемы. Мы уже с вами говорили, корень ищем. Проблемы этой, да? Всегда ли корень в еде? Ну, кажется, не всегда корень в еде. Как я уже вот очень часто я именно на это упор делаю, что в восточной диетологии очень большую роль в наборе веса играет эмоции. Каждая эмоция, их пять самых основных, да, и вот каждая эмоция относится к тому или иному органу в организме. И с тем органом, которым она связана, часто там надо искать причину. Например, вот очень у многих есть страхи, да? Например, вот страх, я никогда не выйду замуж. Или там страх, я не могу найти работу. Или страх, меня уволят и так далее. Страхов у нас сегодня всевозможны. Сами понимаете, время такое, в котором живем, у нас вызывают вот эту целую, целый букет этих страхов, да? Страхи у нас связаны с почками. А что такое почки? Опять вы же знаете, это что? Почки – это вода, да? Лишняя вода в нашем организме. Соответственно, опять же, все идет на то, чтобы, первое, убирать эти страхи, работать со страхами. То есть есть такие практики, да, когда страхи эти убираются. И плюс, соответственно, в ту пищу, которая не образует вот эту жидкость в организме, которая не создает нагрузку на те же почки. Видите, как все интересно и взаимосвязано. И кто бы мог подумать? Мы и ту диету использовали, и эту. Оказывается, причина-то вот в этих страхах, этих эмоциях, которые мы ежедневно испытываем, да? Или вот эта наша девушка, да? Что у нее-то было? У нее личная печаль. А печаль – это у нас эмоция элемента металла. Металл, когда плохо в организме работает, это у нас, значит, легкий плохо работает. И здесь, ну, вот вообще 100% диеты не отделаешься. Просто ни одна диета, вот любая, вот супер-поперечная, даже откачать жир, там, воду, все равно все возвернется. Здесь помимо диетолога, диетолог должен быть психотерапевтом, хорошим психологом, да? Потому что что такое металл? Это холод. Возьмите холодный предмет металлический, металлический предмет, который где-то лежал, возьмите его. Он холодный. И человек такой же холодный, он уже разочаровавшийся во всем, он не будет слышать ничего, его не будет вдохновлять вот та его подружка, ее подружка, вернее, которая, «Вау, я похудела, вот на этой диете попробуй это». Нет, ее не будет вдохновлять. Ей это совершенно будет безразличным, потому что она уже отрешенная вся. И первое, что нужно сделать с этим человеком, его нужно согреть, ей нужно дать тепло, ей нужно дать понимание, ей нужно дать вот эту заинтересованность, что я с тобой, я вообще тебе вот помочь хочу. Мы очень часто замечали, кто ходит в спортзал, замечали такие теплые, может быть, где-то непонятные отношения такие между тренером, да, и его подопечной, фитнес-тренером, там, в спортзале. Она смотрит ему буквально в рот, она делает вот все указания, которые он дает, она все строго выполняет. Почему? Да, потому что он окутал ее вот этой теплотой и заботой. Понятное дело, что у нее коммерческие интересы, да, но ведь это не суть. Самое главное, она что увидела? Что в ней заинтересованы, в плане, она интересна кому-то. Ее согрели, ей говорят хорошие слова, а ты у тебя получится и так далее, да. Ее согрели, когда она уже согрета, вот так вот морально, эмоционально, она готова слышать, она готова принимать другую информацию, и она готова делать что-то, потому что иначе результата вот никакого не будет. И получается, что мы делаем, да? Первое, мы человеку проявляем такую вот эмпатию. Без этого результата у этой девушки бы не было. Почему она и ходила от одного диетолога к другому, использовала там одно, другое, третье, пятое, десятое, ничего не получала. Потому что она не чувствовала вот этого тепла взаимного. И следующее уже, когда она готова слышать, только тогда можно принимать следующие шаги. Что следующее мы сделали? Металл в организме отличается за движение. То есть, когда нет движения, тогда застой. Застой всего, что у вас есть в организме, это и застой жидкости, и запоры те же самые, да? И проблемы с кровью, вот эти венозные там застолы. Все идет от того, что у нас плохо работают органы металла. И нам нужно движение, создать движение, чтобы это все убрать. Естественно, самое главное, и обязательно движение физическое. То есть, движение спортом. Если нет времени заходить в спортзал, обязательно ходить в течение дня. Ходьба гораздо полезнее, чем бег. Это 100%. Она дает здоровье, она дает энергию, а бег забирает его. Первое, это движение. И второе, естественно, мы корректируем питание. Корректируем питание не за счет подсчета калорий, а за счет добавления в свою пищу ингредиентов, которые тоже относятся к элементу металла, то есть, которые запускают движение в организме саму. То есть, убирают вот эти застойки, дают возможность двигаться, начать двигаться всему, что там застоялось в нашем организме. И что это за ингредиенты, что вот за составляющие питания, да? Как я уже сказала, это продукты элемента металла. Это продукты, например, такие знакомые, как корень имбиря. Это мята. Что детям можно, да? Вот потому что детям корень имбиря вроде как не очень. Сейчас же и дети у нас сегодня очень часто страдают лишним весом, да? Поэтому деткам очень хорошо корица. Вообще корица, везде ее добавлять, это тоже очень хороший продукт для того, чтобы ушли вот эти застойки, чтобы пошла энергия в организм. И тогда у нас решатся очень многие проблемы. И опять те же дыхательные практики, потому что, естественно, дыхание, легкие, все связано. И именно через дыхание к нам приходит очень важная энергия, да? Которая помогает, в том числе, чтобы правильно кровь у нас циркулировала. Видите, как все интересно и просто происходит. Следующая ситуация тоже была молодая женщина. Она такая, знаете, бывают вот такие вот у нас убеждения, что именно сегодня вот такие супер стройные везде рулят. Да, вот если ты не стройный, то ты вроде как вот где-то там на задворках, да? Потому что у нее были все стройные в семье, а она вот одна такая родилась, пышечка. Естественно, дети очень часто бывают такие злые, да? Естественно, с детства что у нас как? Обзывают, да? Дразнят. И с годами закладывается определенный комплекс, что ли, какой, что если ты вот не такой, как все, как вот в этом гадкий утенок, да? Вот если ты не такой, как все, то значит ты вообще-то вроде как не из их племени-то, да? И, естественно, она перепробовала много диет, всяких фитнес-программ, то худела, то набирала вес. Каждый раз расстраивалась, что, боже мой, опять там добавились какие-то в плюс там что-то ушло, да? И стали с ней разбираться. Обычно, когда я начинаю работу, да, я смотрю гороскоп человека. В данном случае, что я вижу? Передо мной женщина типа вода. В китайской медицине есть минимум пять типов женщин, и она относится вот к типу вода. Начинаем с ней разбираться, что в ее жизни происходило хорошего или происходило плохого, когда она была худенькой с ее точки зрения, да? И что происходило в ее жизни хорошего или плохого, когда она была в теле? Когда мы вот это с ней расписали, оказывается, что она когда была вообще-то вот худой, не то, что вот худой там, да, а вот когда она вроде как вот этих своих эталонов, путем вот этих своих усилий достигала, у нее с личной жизнью все как-то расстраивалось, с работой то же самое, получалось, что у нее гораздо больше проблем получалось в жизни, чем радости какие-то. А когда она была немножко в теле, у нее и любовь была, и деньги, вроде все, полная чаша. Так вот опять к чему, да, вот это все? Потом я уже говорила, что не всегда норма, даже не то, что не всегда, а это вообще не норма иметь 90-60-90, да? Не каждой женщине нужно иметь эту осинную талию. Нужно просто знать себя. Главное, чтобы человек чувствовал себя, у него была энергия, у него была сила стремиться вперед, чтобы она себя чувствовала комфортно. А вот если женщина элементом, вот, вода, если она худая, то она внеудачи. То есть у нее нет ни денег, ни мужика. А когда она в удаче, она не может быть худенькой. Тогда у нее будет все. И любовь, и деньги. Ведь в принципе, на сегодняшний момент для женщины это очень важно. И когда у нас этого нет, но зато есть очень стройное такое прям тело, которое мы вытачиваем там путем неимоверных усилий, да, то через какое-то время у нас усугубляется здоровье, со здоровьем проблемы. В результате все вылазит на лице, да. Появляются мешки под глазами, мы стоим злые, сквочные и так далее. Поэтому, когда вот это понимаешь, и для себя уже определяешь, что все ли решает еда. Всегда ли 90-60 на 90-е это норма, и стоит ли к этому стремиться. Поэтому видите вы, что сегодня, чтобы похудеть, чтобы себя чувствовать хорошо, вот очень молодой, такой стройный, да, чтобы было много сил достаточно в течение дня, и на работу хватало, и на спорт, и на обучение, и на общение с друзьями, близкими, чтобы вот про витаминозы забыть, сезонную депрессию, чтобы вот, как я уже говорю, эти калории бешеные не считать. Надо не только диету выбирать, да, или вот не только усиленно себя тренировать в спортзале. Надо еще какие-то другие факторы учитывать. те, которые, вот я вам уже вот их примерно перечисляла, да, которые помогут вам вот именно ощущать себя всегда молодой, подтянутый, стройный, имеющий достаточно много сил, в хорошем настроении, с хорошим сном и так далее, да, вот, ну вот, примерно почти как я. И всего это вот мне, например, лично помогло, естественно, благодаря древним знаниям восточной медицинной диетологии, потому что вот они созвучны с моими принципами. Мои принципы такие, не навреди. Когда все, что я кому-то рекомендую или делаю сама, для меня самый главный принцип, не навреди. Потому что сегодня, если я получила такую свою цель, смысл, у меня ушли килограммы на супер-пупер-диете, 20 килограммов за 7 дней, вау, я это получила, да, а что завтра, да, а завтра будет усиление проблем со здоровьем. Вот это совершенно не для меня. Именно вот это сегодня я стараюсь донести до моих клиентов, для моих, до моих друзей, всех приверженцев. Именно вот это, что сегодня нужен комплекс. Важен он именно, что вот именно правильно, здоровый образ жизни, созвучный средневной природой. И учет индивидуальных особенностей конкретного человека. Потому что вот только так можно достичь желанной стройности, без вреда, без здоровья, без сокращения продолжительности жизни. И согласитесь, с каждым годом, я не знаю, как вам, мне, например, с каждым годом жизнь становится все интереснее, и жить хочется как можно дольше, узнать еще как можно больше всего, помочь как можно больше количеству людей решить те или иные вопросы. К сожалению, вот по данным статистики, да, Всемирной организации здравоохранения, более 60% людей в мире имеют избыточный вес, страдает ожирением. И женщины в этой группе, их гораздо больше, чем мужчин. Винить себя вот в этом совершенно не нужно тому, что у тебя вот лишний вес. Совершенно не стоит себя в этом обвинять. В этом виновата что? Виновата пища с высоким содержанием сахара. Вот те базированные напитки, которые вот нам рекламируют с экрана в телевизор. И я не хочу вот как бы говорить кому-то, да, вот неужели ты об этом не знаешь? Ну, мы не знаем об этом. Да, ну, как говорят вот эксперты сегодня по питанию, что вот эти непитательные продукты, которые мы сегодня едим, они вызывают привыкание. И получается, они удовлетворяют только вкусовые рецепторы, не делая ничего хорошего, ничего полезного для организма. Да, и получается, что люди едят как можно больше, потому что мы же не получаем вот это какое-то нужное питание, непитательное мы едим. Получается, мы едим как можно больше, что и приводит к серьезным проблемам ожирения для всего мира. Да, к сожалению, вот уже дети перенимают наши привычки, вот эти пристрастия. Ведь телевизор, они тоже смотрят, до них это все доходит быстрее, чем до нас. Им все хочется, им все надо. Сейчас вообще век потребительства, да, что мы все хотим, нам все рекламировать. И в мире сейчас мощный всплеск роста и детского вот ожирения. И на это тоже стоит обратить внимание. Все-таки дети – это продолжение вот нашего рода. И когда мы начинаем сами что-то, несмотря на то, сколько нам лет и сколько лет нашим детям, дети тоже начинают меняться, начинают изменять и свои привычки, и свои пристрастия, и по-другому начинают смотреть на то, что такое вообще здоровый образ жизни. Они радуются, видя нас совершенно другими, да, они гордятся нами. И вот мне, честно говоря, мне очень приятно, вот я своему сыну, вот ему 21, я ему тогда говорю, сын, ты вот это старайся как-то ограничить, но детям же нужно вообще как-то осторожно, они же сами с усами все. Вот. Ты давай вот это как-то осторожно, потому что вот это вот туда-то, или вот это вот ты давай, добавь сюда вот этого лучше, потому что это тебе вот для этого хорошо поможет. Ну, естественно, когда, да-да-да, мам, да, я попробую там, то все. И, естественно, что они, многие делают, что ли, нет. И тут он мне недавно говорит, мам, я, говорит, понял, что вообще-то я, говорит, смотрю на тебя, ты вот как-то вот с каждым годом как-то вот расцветаешь буквально. Получается, что действительно то, что ты мне говоришь, оно действительно как-то вот в пользу, оно действительно как-то впрок идет. И вот это для меня очень приятно, что я надеюсь, что вот все-таки, чем раньше люди начнут использовать информацию, о которой мы сегодня с вами говорим, тем гораздо меньше будет рост вот этого, вот этой проблемы в будущем. Ведь лишний вес к чему ведет, да, это появляются проблемы и сердечно-сосудистые, да, это любые проблемы с ЖКТ, с щитовидкой, я не знаю, и отеки, и запоры, и бог ве чего, и варикозы. Отсюда мы начинаем мало двигаться, вес когда увеличивается, соответственно, еще больше, да, усугубляя проблемы. Получается, что с экранов телевизоров нам навязывают разные вкусняшки. С виду они такие люди, которые рекламируют, все-таки здоровые, пишущие, такие все позитивные, да, зубастые, с красивой кожей, да, с красивыми волосами. Даже известные люди вот что-то рекламируют, да. Вроде мы им, на которые глядим, мы вот можем им доверять, что действительно то, что они рекламируют, это вообще-то замечательно, да. Никто из них не говорит о последствиях. Они говорят только съешь, 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 или выпей это, выпей это, выпей, и у тебя будет счастье, у тебя будет все, что ты хочешь, да. И затем у нас начинаются, да, проблемы со здоровьем. И тут вам, пожалуйста, что нам? Да, тут реклама всевозможных пилюлечек. А вот, пожалуйста, вот вам для снижения веса. А вот вам, пожалуйста, это вам от варикоза, а это вам от остеохондроза, а это вам еще там от сердца и так далее, от гастрита, еще от чего-то, да. И получается, что у нас индустрия еды и индустрия лекарств вроде как идут рука об руку, да, что крепко привязывая нас одна к еде, а другая к аптеке, к докторам. И сейчас вот век информации, ее столько, как я уже говорила, что очень сложно вот это все отфильтровать. Особенно, когда вот о пользе того или иного продукта говорят с экрана якобы доктора. А ведь доктор у нас что? Доктор у нас всегда считался уважаемым и авторитетным человеком. Естественно, доктору мы доверяем то, что доктор прописал. Если доктор нам говорит, что вот это, вот это, мы, естественно, это часто и делаем. И вот моя программа по снижению веса, она как раз решает многие вопросы, связанные с лишним весом, да, через учет чего? Влияние сезонных изменений на увеличение массы тела, влияние даты рождения, влияние режима дня, вашего возраста, ваше эмоциональное состояние, вашего физического на сегодняшний момент самочувствия. И мне вот очень хочется, чтобы сегодня каждая женщина, которая стремится к стройности, молодости, смогла попробовать на себе составляющие моей программы. Ведь многие пункты, например, да, учет сезона. Вот я не знаю, кто это сделал на диете когда-нибудь. Читал ли в рекомендациях в диете, что тот или иной продукт в этот сезон опасен? Вот напишите в чате. Или, возможно, диетолог вам сказал, что вот этот продукт противопоказан, например, зимой, или противопоказан летом. Вот были ли у кого-нибудь вот такие, например, рекомендации? Или, например, учет того же эмоционального состояния, да, что вот этот продукт тебе сейчас нельзя, потому что он усугубляет твой эмоциональный фон, и он создает нагрузку на определенные органы, и ты еще больше начинаешь стрессовать, соответственно, ты еще больше будешь есть. Да, или та же дата рождения. Ведь как можно заставить, вот я сейчас просто, когда вижу женщину, например, элемента, вот, вода, например, да, она никак не, ей очень вредно быть, я ей говорю наоборот, дорогая, тебе нельзя вот в таком состоянии, например, как я. Тебе нельзя быть такой, как я. Я по своей даже природе, если я буду гораздо полнее, чем я есть на самом деле, у меня будут, значит, проблемы с моим здоровьем. То есть мне в первую очередь нужно не подсчет калорий делать, а выбирая, корректируя питание, я должна учитывать именно свою составляющую, что у меня сегодня на физическом это плане вообще происходит. И вот на это я не видела никогда, что обращали внимание хоть одна диета или хоть один диетолог. Да, например, часто рекомендации диетологов, вот основным пунктом во многих диетах что рекомендуется? Это кисломолочные продукты. Они, я не знаю, вот просто составляющие очень многих диет. считается, что это самое эффективное. Поэтому я вот наблюдаю за людьми очень давно, что происходит с ними. И их ранние морщинки, их отеки, и как следствие лишние килограммы, это причина того, что они сегодня едят очень много молочных продуктов. генетика. Возможно, вы сейчас не у нас уже у каждого свой, как это называется, своя генетика, как бы, да, есть. У кого-то что-то раньше проявляется, у кого-то что-то позже. вот если вы с утра, например, у вас забит нос, да, вы вот умываетесь, там, очищаете нос от слизи, или вы отхаркиваете, да, вот с утра, если у вас это есть, значит, у вас уже ваши кисломолочные продукты, которые вы очень часто едите, уже начали свою работу. То есть незалеко за горами и лишние килограммы эти отеки. Или у вас на лице есть печеночные морщины, да, это вот две морщины или одна между бровями. То есть это сегодня вот даже у молодых женщин, которые еще пока стройные, я просто хожу, наблюдаю, и один ботокс, который вы сегодня колете, он не решит проблему именно того, от чего с одной стороны вы избавляетесь с морщин, но с другой стороны вы не избавляетесь от той слизи и от тех, той застой жидкости, который уже показателем на лице вам сигналит. И именно вот эти кисломолочные продукты входят в состав очень многих диет, и вам рекомендуют их многие диеты и диетологи. Или, например, цитрусовые. Сегодня они тоже являются составляющим составляющим очень многих диет, как источник витамина С, как основной ингредиент для усиления иммунитета и так далее. Опять же, самое главное, люди с проблемой печени, люди, имеющие любые хронические заболевания, люди, которые часто болеют простудными заболеваниями, бронхитами. у кого, у женщин, например, когда есть выделение по гинекологической части, да, эти продукты вообще нужно исключить, они относятся к экстремальным, которые просто очень сильно влияют на очень многие органы, создавая очень многие проблемы, в том числе застой жидкости в организме. Что такое, вот многие говорят, а, ну, подумаешь, нос почистил, а, там, ну, ладно, там, по гинекологии у нас вообще очень многие не обращают на это внимание. Что такое вот это застой жидкости? У нас сначала жидкость вроде, да, потом, например, вот слизь образуется, потом эта слизь уплотняется и образуются всевозможные образования. Миомы, фибромы, кисты, вы думаете, откуда они возникают? На счет раз, небо упали к нам за наши какие-то проделки, да, за наши проделки тоже, но тем не менее оно результат того, что мы не знаем и используем. Я прямо здесь сегодня, когда говорю об этом, я очень хочу, чтобы очень многие люди услышали это и оградили себя от таких проблем. Или, например, белковые диеты, да, вот очень многие сидят там, дюкан, как еще, не помню, сейчас сама тоже на ней когда-то сидела, вроде, знаете, как результат, раз, быстрый, да, достаточно, против белковой диеты. И, кстати, когда я сидела, у меня действительно тоже результат был достаточно быстрый, и я совершенно не связывалась с свое внешнее, да, вот, например, какую-то усталость, у меня вот стала печень подкалывая, я совершенно не связывала это с тем, что я сидела на белковой диете. Теперь, когда я очень много еще знаю, я просто говорю, девушки, да, все, что быстро, не есть очень хорошо. Мы сначала вроде радуемся, ура, минус, минус, там, х килограммов с нас ушло, а что потом? А потом? А потом почки в хлам. А что такое почки? Мы вот, почки и почки, почки и почки. А в почках сидит программа, в которой прописано количество годов, с которыми мы проживем. В нем генетическая сила, заложенная, данная нам от родителей, которая за определенный период времени, да, не зря говорят, но мы там можем жить 120 лет. Почему мы не живем в себе? Потому что сила из почек уходит, 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 и мы ее не пополняем. Мы постоянно ее расходуем своими неправильными действиями. То на то нам нужна энергия, с этой бороться, то с этой, то с этой, то с пятой, то десятой, то еще диету вот эту пилковую, которая большую нагрузку на почки создает, да. Поэтому ни один геетолог на многие вопросы не обращает внимания. Сегодня результат, что завтра разбирайтесь сами. И естественно, вы вот сейчас послушали очень много, да, вот этого всего и можете сказать, ой, вот сомнения, конечно, у меня сомневаюсь, я вот как-то, да, там, ой, не знаю, вот вообще, будет ли вот у меня результат, вот буду я вот здесь вот эту диету программу использовать, будет ли вообще результат у меня там конкретно, да, вот возможно будет или не будет, да, будет не у всех, почему? Потому что некоторые просто не начнут делать, да, или, например, вот именно так будет говорить женщина типа металла, который мы с вами вот уже говорили, да, то вот когда она вот это услышит сегодня, вот многие, кто здесь, не скажет, а, там, это не для меня, я уже пробовала и так далее, да, все это, поэтому, естественно, когда ты работаешь с человеком напрямую, на него легче поднести информацию, потому что вот передаешь это тепло, передаешь эту эмпатию, да, вдохновить нужно, поэтому, естественно, результат, он будет или не будет, зависит от каких-то других факторов, да, и многие, конечно, просто не начнут, они послушают, скажут, да, 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 и не начнут дальше действовать, несмотря на то, что я вроде всегда стараюсь просто, вот знаете, как вот говорят, кричать буквально, девушки, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, мы очень много не знаем, и вот, пожалуйста, узнайте и сделайте для себя большую пользу, но стереотипы, заблуждения гораздо, к сожалению, сильнее меня, видно, вот мой маленький рост и мои маленькие килограммы порой не дают возможности допрыгнуть до кого-то, да, достучаться до кого-то. Следующее, возможно, что у вас возникнет, да, это, например, все диеты обходятся дорого, да, моя система тоже дорогая, дорогая по информации, информация, она достаточно ценная, именно этим она дорога, а если говорить о финансовой, да, составляющей, вот смотрите, сколько вам нужно денег сегодня, чтобы вы соблюдали режим дня, вот сколько на это нужно денег, каждый из вас, это стоит ноль копеек, это зависит только от ваших действий, правильно, соблюдения режима дня, и, например, сколько денег вам нужно для того, чтобы начать дыхательные практики, сколько вы за это себе заплатите, тоже ноль копеек, правильно, а результат будет потрясающий, или сколько денег вам нужно себе, чтобы вы с утра себе приготовили правильный завтрак, не просто чего-то там йогурт быстренько кефирчиком запили, бутербродиком заели, а правильный завтрак, состоящий из круп, из каши, сколько, вот для этого вам нужно денег, это тоже ничего не стоит, это ваши усилия, правильно, или, например, мы, в моих рекомендациях прописано, да, что мы сокращаем количество мяса, мяса достаточно два раза в неделю, экономия, да, вообще, потрясающая экономия, сколько люди сегодня едят мясо, это просто сразу же целая статья в бюджете вам будет плюс, или, например, кисломолочные продукты, если вы почувствовали, что у вас есть определенные проблемы, о которых я говорила, вы их полностью исключаете из своего рациона, тоже, какая статья расходов восполняется, да, или, например, смотрите, сколько сегодня стоят крупы, крупы самые полезные, которые я рекомендую всегда, это перловка, пшено и рис, в частности, перловка и пшено, сколько сегодня стоят, это самые недорогие крупы, недорогие и всеми забытые, и знаете, как вот говорят, фу, перловка, это вообще солдатская каша, это вообще там, не знаю, едят те, у которых вообще как бы денег там нет, да, как вот Наталья, я когда рекомендовала, Наталья, кушайте перловку, она со своим мужем отправилась когда в магазин и, значит, с полочек берет перловку и ее муж говорит, Наташа, у нас что, наступили кризисные времена, что нам уже что-то нечего есть, что мы перешли на перловку, и вот такое отношение к перловке, к сожалению, очень много, и если вы начнете, когда вы начнете, вы посчитаете, дорого ли вам обойдется эта диета, скажу вам, что она обойдется вам очень и очень, очень и очень экономно, следующее, что у вас может возникнуть, какое сомнение, да, это вообще простота в диете, вообще бывают ли простые диеты, это вообще-то миф какой-то, да, потому что что у нас многие диеты рекомендуют, да, это определенное меню, определенный рецепт, да, часто на приготовлении их нет ни времени, ни денег, потому что там такие завихристые такие ингредиенты бывают, да, что не всегда купишь, особенно если ты где-то в каком-то, живешь в маленьком городке, да, и часто ведь и денег там очень мало в других городах, одно дело, мы живем в больших мегаполисах, и потом вот эти постоянные извешения, постоянные замеры, учет калорий, столько времени съедает, получается сплошное ИБД, да, вот имитация бурной деятельности, да, и в моей программе что мы рассматриваем? Мы рассматриваем только основные рекомендации на лето и на зиму, и именно вы учитываете их, когда готовите пищу и будете уже понимать, для чего вы это делаете, да, почему вы эту пищу именно в этот период сезона используете, да, например, вот летом хорошо много свежих овощей и фруктов, они растут летом, они для этого как раз для еды приспособлены и они дают то, что нам нужно летом, они дают нам возможность не высохнуть, потому что солнце, да, часто иссушает нас и мы теряем соки, как раз в летом свежие овощи, фрукты, они дают нам возможность не высохнуть, не потерять эти соки, а зимой мы едим больше вареных корнеплодов, едим крупы, едим бобовые, в любых комбинациях, есть ненужные рецепты, так как вы любите, в любых комбинациях, потому что зимой наша основная задача сохранить тепло, чтобы не замерзнуть, нам нужно есть теплую пищу, чтобы нам не болеть, нам нужно есть теплую пищу, а вся летняя пища, которую мы едим летом, она охлаждает, она дает холод, зимой нам это совершенно не нужно. Когда вы это понимаете, когда вы это знаете, вы составляете свое меню, это же гораздо проще, чем сидеть строго придерживаться тех или иных рецептов. и вообще, нужно ли, часто спрашиваю, можно ли вообще-то худеть без подсчета калорий, да, вряд ли, надо обязательно считать, я вот смотрю на форум, девочки пишут, что я сегодня там столько-то калорий съела, считаю вообще, что она поела, это боже мой, просто, а потом она пишет, что у меня нет сил, у меня нету вот этого какой-то энергии, в конце концов я сорвалась, наелась и все вернулось на круги свои, вот для чего в принципе это доводит, да, к чему это приводит, поэтому я говорю, что можно худеть без подсчета калорий, я вообще как бы не рекомендую их считать, учиться заниматься ненужной деятельностью, да, ведь основная причина лишнего веса, вы уже вот сейчас уже поняли, да, возможно, как-то дошла до вас информация, да, что все-таки не калории, да, вот причина лишнего веса, дисбаланс в организме, как раз вся моя программа нацелена именно на то, чтобы вот все внутри у вас привести в гормонию, ведь если нет порядка, вот в организме, например, в частности, вот с селезенкой, если самый важный орган, один из которых отвечает, первый принимает пищу, да, желудок и селезенка, если с ними проблемы, да, а показатель какой, если с ними проблемы, нам очень хочется сладкого, вот вчера сидела, у меня приезжала одногруппница на учебу, мы с ней встречались и тоже в том числе говорили о питании, и она говорит, вообще же, я даже читала, мол, что наш организм, он чувствует, что он хочет, значит, если он это хочет, значит, надо ему это дать, все полностью наоборот, вот то, что вы в данный момент хотите, это показывает, где у вас проблема, если вы любите и не можете обходиться без сладкого, то у вас 100% проблема с селезенкой и желудком, и это мы просто не знаем, я раньше тоже не знала, что вообще такое селезенка, желудок еще знаю, селезенка, что это вообще за какой-то орган, а сейчас я понимаю, что это такой важный орган, если он не работает, добиться того, что у вас будет снижаться вес, просто невозможно, потому что если она не работает, у нас не работают все процессы в организме, отвечающие за правильное пищеварение, и плюс у нас никогда не будет энергии, для того, чтобы мы вообще-то стремились куда-то к чему-то, и организм именно своими пристрастиями, он кричит о том, что если я чего-то хочу, не надо бежать, где-то брать, и есть быстрее, а именно здесь у тебя проблема, обрати на это внимание. Возможно, еще какие-то вопросы, вот у меня мне часто эти вопросы задают, еще какие-то вопросы у вас возникнут, пишите, пожалуйста, да, и вы понимаете, что, в общем-то, порой худеть нужно вот именно грамотно и правильно, и еще хочу добавить, именно сегодня обратить внимание на то, что у нас есть три очень важных врага нашей фигуры, или их можно назвать три врага, или три действия, которые мы практически с вами каждый день применяем, каждый день используем, но никогда не задумываемся, что это могут быть вообще-то наши враги. враги. Итак, сейчас мы этих врагов будем с вами с ними знакомиться, и вы просто удивитесь, если вы этих врагов искрените, хотя бы вот даже вот эти, у вас уже наступят определенные улучшения, как в здоровье, так и в уменьшении килограмм, и так враг номер один. Встречаем микроволновка. Те, кто пользуется микроволновкой, просто девочки, мальчики, не удивляйтесь, что количество слизи в вашем организме с каждым днем увеличивается, что вы часто болеете, что у вас многие проблемы, связанные со здоровьем, перешли в хроническую фазу. Не случайно уже давно про микроволновку говорят, что это вредно, но ведь это удобно, и если это удобно, значит, мы не можем от этого отказаться, правильно? И я просто вот уже убрала ее как можно дальше, чтобы как можно реже доставать, как говорят, чтобы вообще ее не видеть. И вы, если сделаете тоже так же, вы заметите улучшение в состоянии и своего здоровья, и в состоянии своего, той цели, ради которой вы, например, даже сегодня слушаете мой вебинар. Это один из главных врагов. Это микроволновка. Второй враг, очень быстренько, это замороженные фрукты и овощи. Сегодня они просто заполонили все витрины магазины. И мы думаем, что если этого нету зимой, то это вот нам, слава Богу, нам промышленность такое приготовила. Возможность это все зимой есть. Так вот, с точки зрения китайской медицины и диетологии, то, что зимой не растет, зимой это не нужна. И оно не принесет вам пользы. и плюс замороженные продукты, они тоже так же вызывают увеличение количества жидкости в организме и увеличение слизи в организме. Следующее, да, даже если вы крышкой закрываете микроволновки, она все равно будет вредна, потому что те волны, которые она излучает, она видоизменяет структуру клетки еды, превращая ее, знаете, как вот в клетку пластмассы, вы получаете едите что-то химическое, совершенно вредное для своего организма. Вы набиваете кишечник, там, желудок, кишечник, но пользы от этой еды нет. Мы едим не для того, чтобы набить желудок и кишечник, мы едим для того, чтобы получить из этой еды и энергию, чтобы получить нужные витамины и микроэлементы, чтобы не страдать потом теми же запорами, теми же отеками и теми же проблемами сердечно-сосудистой системы с кровью, правильно? И вот микроволновка в этом оказывает очень большой вред, в том числе и замороженные овощи и фрукты. Третий наш враг это консервы. Сегодня они тоже очень активно используются в салатах, да, ну или вообще вот тоже часто вот я просто хожу, когда в магазин вижу, люди очень часто покупают там кукурузу, оливки, там горошки и так далее. Вот. Это то же самое, это все также вызывает отеки в организме, соответственно, лишние килограммы. И даже об этом очень мало кто знает. Я сегодня, когда вот говорю кому-то, все начинают со мной спорить. Я не спорю, я просто даю информацию, а вы уже сами либо берете ее, либо не берете. И так как у нас очень у многих людей сегодня есть большие проблемы с печенью, те, у кого они есть, как я уже говорила, как это определить, эти люди не готовы сегодня слышать меня, не готовы слышать новую информацию, потому что они достаточно упрямы и достаточно, как это вот, себе на уме. Поэтому не зря я говорю всему свое время, я сама была такая. Я была такая же, как вот многие те же люди, я не готова была слышать. Ну просто в какой-то момент что-то расщелкнуло, у меня, видно, пришло время. Значит, я созрела для этого. Созрела для этой информации, чтобы что-то у меня изменило. Соответственно, немножко расскажу о своей программе, да, вот в ней четыре блока, состоит она из четырех блоков. Первый блок мы будем знакомиться с принципами китайской медицины и диетологии, где я вам расскажу, как влияют сезоны, как влияют биоэконометические факторы на здоровье человека, да, кто изучал там фэншуй когда-нибудь слышал это вот системы пяти элементов, системы иньян и так далее. Следующее, мы познакомимся с собой, то есть кто ты по гороскопу, соответственно, какие твои самые уязвимые органы, которые вот именно блокируют процесс похудения. Посмотрим, как твой возраст влияет на появление лишнего веса, рассмотрим пять типов женщин, соответственно, пять причин лишнего веса. Следующий блок будет чистота залог здоровья, то есть я познакомлю вас с очищающими практиками, это как очищать физическое тело, да, как вот очищение эмоционального эмоционального фона, так как мы живем не в вакууме, да, мы живем в определенном пространстве, то есть, соответственно, что снаружи у нас, то снутри, поэтому мы очищаем не только наше тело, не только наши эмоции, но очищаем все вокруг себя, то есть, соответственно, техники очищения дома, то же самое, да, будем здесь рассматривать. Следующее, это правильное питание, основа крепкого здоровья, доброй жизни, то есть я расскажу вам о важности режима дня, времени работы тех или иных органов, в зависимости от этого, почему важно именно завтракать в то или иное время, почему именно обедать важно в то или иное время, и ужинать, почему не стоит после семи часов, да, расскажу вам, как с учетом изменений сезона изменять свой рацион питания, соответственно, питание по пяти элементам мы рассмотрим с вами. И это все именно сегодня, тем, кому интересно, вы можете получить по достаточно доступной цене, которую вы видите на экране, она достаточно сегодня бюджетная, почему такая низкая цена, потому что вот я хочу, чтобы именно сегодня те, кто пришли, люди, те, кто реально заинтересованы в том, чтобы решить вот этот вопрос, чтобы они как можно больше из этих людей смогли внедрить эти знания, получить свой желанный результат. Ведь об этом мало кто говорит, эти знания мало кто применяет. и сегодня именно у вас есть возможность получить эти эксклюзивные вот по своей сути знания по такой доступной цене. В общем-то, я работаю больше в офлайн, да, то есть живую, мне так даже как-то комфортнее вот работать было всегда, да, и сейчас вот я хочу, чтобы эта информация, которую я владею, и которую знают люди, которыми я непосредственно лично общаюсь, чтобы она была доступна им сегодня в онлайн. То есть хочу отработать вот эту технику в онлайне, потом сделать записи уже следующие, кому будет интересно, они будут слушать, они не будут в таком преимуществом положении, как ты, они уже будут слушать записи, делать вот эти действия последовательные, да, и у них не будет возможности поговорить вот со мной вот непосредственно лично задать вопрос, получить ответ, так сказать, вживую. Завтра цена уже будет совершенно другой, и эта цена действует только сегодня. Сегодня обед вообще на двоих, в ресторане каком-нибудь, да, обойдется вам гораздо дороже, или поход в магазин обойдется вам гораздо дороже. Вы накупите целую корзину еды, или там в ресторане съедите что-то, да, а польза от этого будет буквально нулевая. И сегодня, именно сегодня у вас есть возможность получить вот эти знания, древние знания восточных диетологов по цене обеда на двоих в маленьком ресторанчике. И ты вот сейчас можешь сделать прям первые шаги к своей мечте, к своему устроенному телу, к своим изменениям в жизни, да, вот прямо сейчас можешь пройти по ссылке, которая есть в чате, зарегистрироваться и принять участие в моей программе по снижению веса прямо вот сегодня, да. Так как сегодня очень многие диетологи, я вот уже смотрела, изучала их программы, они работают с людьми, у которых есть проблемы с лишним весом, и, соответственно, проблемы со здоровьем в частности, да, потому что результат в данном случае не предсказуем, они как бы вот боятся связываться с теми людьми, у которых, например, достаточно большие проблемы со здоровьем. В общем-то, я беру в свою программу всех людей, для меня самое важное, что? Для меня самое важное, чтобы люди понимали, что вопрос веса сегодня тесно связан со здоровьем. И моя программа, она поможет решить вопрос с лишним весом через первое, да, восстановление обмена веществ, второе, через улучшение качества крови, через укрепление печени, селезенки, через нормализацию многих, вот работы многих систем в организме. Так как, когда много проблем, у нас накапливалось с годами, то нужно, конечно же, время. И мне интересно, чтобы люди, которые пришли, они понимали это, что необходимо проделать определенную работу. Кому-то больше, может, разные все, сколько накапливалось, что, да, кому-то меньше, чтобы получить вот свой желанный результат. Но вот, что я вам 100% гарантирую, это у вас 100% улучшится качество крови, 100% остановится баланс в организме, восстановится сон, появится гораздо больше сил. Да, вы забудьте про депрессию, про апатии, что такое витаминозы. Для вас это будет вот прошлое. Программа моя рассчитана примерно на месяц, мы будем постепенно, я вас буду знакомить, чтобы вы постепенно внедряли все все это практика свою, да, для тех, кто очень сильно переживает, да, я даю вам эти две гарантии. Гарантия первая, да, вот, я гарантирую вам 100% возродление, если у тебя не произойдет никакого снижения веса, не произойдет никаких положительных перемен в твоем самочувствии, да, при условии, конечно, что ты тоже гарантируешь мне в течение 6 месяцев ежедневную работу над собой, по моей рекомендации, с отчетами о проделанной работе, с фотографиями, с замерами каждую неделю, потому что кому-то нужна просто информация для того, чтобы они сами, естественно, кому нужен результат, и он сомневается получиться у него, да, если он не получается, я гарантирую возврат денег при условии, что ты тоже гарантируешь мне то, что ты прикладываешь свои усилия, правильно, в том числе. Следующая гарантия, которую я тебе даю, это ты тоже гарантирую возврат денег, если ты, послушав первые два блока моей программы, поняла, что это не для тебя, эти знания тебе непонятны, я это прекрасно понимала, что каждая информация приходит к своему человеку, если мы как-то каким-то впечатлением принимаем эту информацию, что это вроде как мое, а когда начинаем учиться, начинаем ее осваивать, понимаем, что это не мое, что эти знания тебе непонятны, и вот с твоими принципами, в принципе, здесь внутри не созвучно, ты мне пишешь, и я тебе возвращаю точно так же твои деньги, получается, что в общем-то ты ничего не теряешь, да, как бы переживать особо больше это не за что, те, кто со мной начинает работать, я приготовила для вас очень приятные бонусы, первый бонус это книга моя, которая называется, вот как после 40 выгодитесь на 27 секреты пяти элементов, где я вам расскажу о эксклюзивных очищающих техниках, потому что без очищения сегодня невозможно достичь никаких результатов ни со здоровьем, ни с лишним весом в том числе, поэтому очищение это один из главных этапов, один из первых этапов, которые нужно внедрять в свои действия и именно в этой книге отображены именно те техники по пяти элементам, очищения по пяти элементам, которые помогут вам очистить не только физическое тело, но и душу свою, то есть вот эти эмоции поможут. Второй бонус будет это таблица продуктов по пяти элементам, как я вам уже говорила, вы уже слышали, что продукты, элементы металла, вот там имбирь, мята и так далее, да, а у нас есть еще продукты элемента дерева, продукты элемента огонь, земля, металл и вода, и каждый из этих продуктов в тот или иной сезон доминировать должны, и там есть пять колонок еще, то есть есть экстремальные и нейтральные вкусы, и вы будете понимать, что исходя из вашего состояния здоровья, стоит ли вам экстремальные продукты из экстремальной колонки употреблять, а вы же не знаете, что относится к экстремальным, никто даже на цитрусовые не обращает внимания, все считают, что это источник витамина С, а он относится к экстремальным продуктам, его совершенно не рекомендуется людям, например, с проблемами печени, поэтому таблица продуктов по пяти элементам я тоже вам приготовила, и соответственно третий это месяц участия, в закрытом клубе Women's Style, где мы будем разбирать ежемесячные рекомендации, как бы, что полезно в тот или иной месяц, в тот или иной сезон, мы будем с этим знакомиться, чтобы у вас была пошаговая такая в голове складывалась система, что это вообще-то не просто здоровый образ жизни, это просто три буквы ЗОЖ, а это очень интересная система и требующая от вас в том числе работы над собой в тот или иной период времени. Естественно, для тех, кто первых самых смелых, самых быстрых, да, принявших участие сегодня в этой программе, они получают отменяющий специальный бонус, это индивидуальный скайп-консультация, где я проведу диагностику своего физического состояния, чтобы ты понимала, что вот данный момент у тебя вообще-то в зоне риска, вот в частности связанный с твоим физическим состоянием. Когда мы знаем уже слабое место, согласитесь, что нам гораздо проще сразу же найти, прийти к тому или иному результату, да, поэтому моя программа, она вот такая реальная, очень доступная каждому инвестиция, это ценные знания, которые, кстати, вы можете передать и своим детям, и своим внукам, тем самым укрепляя вот свой рот, свои корни. И сразу после оплаты вы получите доступ к скачиванию моей книги вот по чисткам, чтобы вы сразу начали делать свои какие-то первые шаги, получили свои какие-то первые результаты, и, возможно, появились у вас первые вопросы, которые мы бы сразу бы уже начали обсуждать на наших занятиях. И поэтому регистрируйся, проходи по ссылке, которая вы видите в чате, регистрируйтесь, и помним, да, что цена, которая там указана, она будет только сегодня, и сделаем завтра до 12, потому что, мало ли, сегодня все-таки уже вечер, завтра до 12 часов, следующий, вот по Москве, по московскому времени завтрашнего дня цена начнет повышаться и увеличится буквально в два раза. Поэтому видите, что сегодня это гораздо, в общем-то, выгоднее, чем это завтра, послезавтра, или вообще через небольшое количество времени. Занятия наши начнутся буквально на днях, через две недели максимум, и как же похудеть женщине сегодня после 40, как, как я вам скажу, эффективно, как просто, как без вреда для здоровья, получив эксклюзивные знания, которые можно использовать в последующем самостоятельно, не прибегая ни к диетам, не прибегая ни к диетологам, не прибегая ни к каким сногсшибательно каким-то новым средствам. Потому что все, о чем я сегодня говорила, это все только на пользу каждому человеку, для его здоровья, для того, чтобы он жил долго, счастливо, сохранял свою моду, сохранял свою сексуальную привлекательность долгие-долгие годы. Вот на этом все. Еще раз, кому интересно, присоединяемся к моей программе. Я буду рада видеть вас на нашей встрече, на нашем вебинаре. С вами была я, Дина Орехова, и я думаю, что сегодня информация, которую вы получили, была для вас интересна и полезна. Спасибо вам за внимание. спасибо вам за свои благодарственные слава вам. Девочки, если есть вопросы, задавайте, пока гида здесь, потому что у вас информация новая, действительно, потому что всегда говорят о каких-то там диетах, о чем-то еще. Пока она еще в вебинарной комнате, вы можете спокойно ей задать все вопросы, которые вас интересуют. Если нет вопросов, значит, Дина, сервер лег, я не смогла взять оттуда ссылку, поэтому вы можете написать мне либо в контакте в группе, либо на почту. Я сразу же вам отвечу, вот, вышли на реквизит, и как придет оплата, так сразу же все материалы вам придут. Поэтому вот действительно мы когда до вебинара мы разговаривали с Диной, информация простая, уникальная, и в общем-то я в какой-то степени подсела на те советы, которые Дина мне постоянно говорит. Более того, ведь действительно, я когда смотрела возраст, какой у присутствующих, у меня есть подруга, которая все время мне пихает какие-то лекарства, и лекарства в принципе не пихает, вообще не пихает. И она каждый раз не пихает, а вот это лекарство кровь разжижает, а вот это лекарство вот это делает, я понимаю, что у нее целая аптека, то есть все, что по телевизору показывают, многие женщины просто скупают, и мужчины в принципе. Надеясь на то, что улучшит свое состояние, надеясь на то, что появится какая-то активность, энергия появится. Девчонки, все гораздо проще действительно. Наши предки ели ту же самую перловку, репу ели, да, вот как бы такой незаслуженно забытые овощи, о которых сейчас даже уже не помнят люди. Мудрые, мудрые были на нашей предке. И более того, вот Дим, я не знаю, конечно, вы подтвердите это или нет, но где мы живем, где мы растем, эти травы, эти овощи, фрукты, они нам полезны. Если мы берем какую-то экзотику, то не факт, что они нам будут давать именно тот эффект, который мы ожидаем. Ага. Вот ссылка на... Да, да, это совершенно так. Да, вот ссылочка я скинула. Да, это действительно так. Конечно, может возникнуть вопрос, да, вот, например, у некоторых людей, что вот, мы живем где-то на севере, и у нас ничего не растет, как же нам быть, да. Главное для вас это учитывать сезонность, то есть летом мы едим одно, да, для вас это привозные будут, но это больше, более такие, знаете, как бы, как я говорю, овощи, фрукты, такой средней полосы проживания, чем, например, южные, это не южные, 100%, то есть, вот, те люди, которые придут на вебинар, они будут понимать, что есть экстремальная колонка продуктов, то есть, экстремальная колонка продуктов, она противопоказана практически очень многим людям, потому что, особенно после 40, потому что у нас уже очень мало людей, всех здоровых, которые могут сказать, что я вообще-то здоровый, да, поэтому эти люди, естественно, используют нейтральные такие продукты, как те же яблоки, да, потому что они растут нейтрально, вот, в средней такой полосе, те же груши, те же, те же персики, можно, да, вот, допустить, тот же виноград, хоть привозной, но это желательно такой период, когда это вот растет, не зимой, зимой это не приносит пользу, потому что зимой у нас вот так, если брать такие за ориентир, такую среднюю полосу, у нас там не растет, естественно, если вы живете на юге, это совершенно другая песня, да, на юге больше солнца, на юге какая задача, на юге задача, как про лето я говорила, летом задача не высохнуть, то есть не потерять соки, соответственно, те продукты, которые там растут, и произрастают, они как раз и дают то, что нужно в этой среде проживания, ведь, например, если брать ту же Африку, они практически не едят мясо, потому что мясо это элемент огонь, огонь суши, они едят очень много фруктов, едят много овощей, да, и как раз вот им кисломолочные продукты, им показаны, потому что они оказывают освежающие действия, они хорошо увлажняют, как вот организм дает ему важные соки, дает то есть кровь у нас имеет нормальную структуру, когда у нас мало крови, мы вот высыхаем быстрее, да, у нас быстрее, стареем от этого быстрее, поэтому, естественно, когда говорят, что надо есть то, что у нас растет, и растет, например, в данный сезон, то это, естественно, надо учитывать, и не случайно, вот я всегда делаю акцент, на вот многие не очень любят те же корнеплоды относятся, знаете, вот как вроде пища крестьянина, да, там, квашеная капуста зимой, репка, турнепка, да, вот все эти своклы и так далее, морковка, но вот это основная еда зимнего периода, потому что она дает тепло, она дает то, что нам именно нужно зимой, зимой нам не нужны гиотические фрукты, овощи, для того, чтобы усугублять нашу проблему еще больше. Так, еще какие есть вопросы? Спасибо. Кому какие вопросы интересуют, задавайте. Не стесняйтесь, потому что действительно, кто не идет к Ильине на курс, вы хотя бы можете поподробнее узнать, потому что, допустим, я не знала, что если структура, допустим, металла, то не рекомендуется определенные продукты есть. Вот, и особенно весной, да, Дина, мы когда с вами разбирали, что весной тоже нежелательно употреблять в пищу некоторые из продуктов, хотя, в принципе, мы как бы на это не акцентируем внимание, и, в общем-то, вот есть, оно и есть, да, тут хочу я сегодня это, я это поел, в большом счете. Конечно, для меня было большое открытие, что кефир, как бы, то есть молочные продукты, мы очень желательно есть. Я слышала о том, что у нас нет, мы не перерабатываем молочные продукты, но я не знала, почему именно нельзя их кушать, вот чем дело. Так, ну, хорошо, значит, ссылочка в чате, пожалуйста, проходите, а, да, проходите по ссылке, регистрируйтесь, и, то, нет, мы не одновременно говорим, я не знаю, мне кажется, нет, Дина молчит сейчас, вот, и там замечательные бонусы, ну, прекрасные просто, и, действительно, вы сможете, в общем-то, понимать, какие продукты вам надо кушать, когда их кушать надо, и, самое главное, что вы определите свой тип, и уже, когда вы будете читать очередную диету, когда вы будете смотреть, то поймете, что, самого главного там нет, там просто есть набор продуктов, там просто есть какие-то рекомендации, жесткие условия, я не люблю сидеть на диетах, поэтому, вот, то, что Дина, как бы, советует, они принесли свои плоды, потому что вес, как бы там не было, у меня сидячая работа, я больше всего провожу время за компьютером, но, тем не менее, за последнее время, я вот, прямо прислушиваясь, и с советом, ну, в общем-то, достаточно хорошо сбросила, сбросила вес, поэтому, и, кстати говоря, появилась энергия, при моей загруженности, при моей загруженности, а по, с моей работой, у меня хватает, так, скачивается час, участвование на рекомендуемой операции, сказать, как это невозможно, ну, там что-то с сервером было, Надежда, я, вы напишите лучше письмо, вот, я дала ссылочку в чат, вы, по ссылке, ну, я говорю, что, что-то сегодня с, с системой, на которой находится, значит, магазин, поэтому, я не могла взять ссылку, вы просто, напишите письмо, вам вышли реквизиты, сразу же, в принципе, вы будете держать связь со мной, поэтому, естественно, мы сразу отпишемся, и все, ну, тем более, Дина дает гарантии, гарантии того, что здесь действительно не, ну, я думаю, что не будет возврата, потому что это, в принципе, невозможно, так, еще вопросы есть, нет, я смотрю, у нас осталось, как бы люди уже отошли, но тем не менее, если есть вопросы, задавайте, потому что такой правдивой информации, как правило, нет, Дина, Дина, спасибо огромное, потому что вы достаточно эмоционально, так, хорошо, подробно, объяснили, многие моменты, которых, в общем-то, мы не знаем, поэтому проходите ко мне в группу ВКонтакте, оставляйте там заявки, я с вами прямо сразу свяжусь, если вы действительно хотите быть сексуальной, молодой, энергичной, и не пить пьюрки, лекарства, то Дине в команду, она вас будет вести, она дает очень много информации, она делится очень многими, вещами, поэтому у нее есть свободный доступ, у нас есть записи на Ютубе, мы проводили интереснейшие беседы, поэтому все вам на благо, вот, и, естественно, такого, то есть все, что мы делаем, все делается для здоровья. У нас возникли, вот действительно, август достаточно сложный такой месяц, такие перекосы идут, у меня сейчас вот не могу достучаться до спикера, ее нет, поэтому, наверное, мы перенесем вебинар Ирины Юр, она очень занята, очень сильно занята, поэтому я оповещу вас в дальнейшем письме, когда она будет выступать, у нас сегодня должна была быть интересная информация, как трансформировать женскую обиду в ресурс. Ирина очень хорошо ведет, она, в общем, такой специалист достаточно сильный, без всякой чертовщины, без всяких там, значит, вещей, которые могут травмировать психику и, в общем-то, увести от реальности. Поэтому, тем более, тем более, как раз в тему будет. Да, 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 Дина. Значит, я сообщу вам дополнительно, и всех, кто присутствует, давайте поблагодарим Дину, это наши аплодисменты в чате, это знаки воскресания, девочки, если вы внимательно слушали, давайте поблагодарим, значит, Дину, и я думаю, что это не последняя встреча была, мы еще с ней увидимся, Надежда, благодарю, благодарю. Да, значит, материал будет выложен в ВКонтакте, в группе, я еще раз, вот ссылочка здесь есть, вы можете пройти, переслушать, и до обеда, завтрашнего дня, да, вы можете еще сделать заказ. Правильно? Я понимаю. Да. То есть сегодня уже вечер, уже как бы поздно. Правильно, правильно, да. Все, до свидания, мои хорошие, благодарим вас за то, что вы были с нами. Да, до свидания, до встречи. Что вы приходите к нам, радуете нас, радуете нас своим присутствием. С вами была Яна Талисакова и Дина Орехова. До встречи. Здоровья вам, любви, до свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...